Один из оппонентов, 14 ранг. В принципе, хороший аккаунт, донатерский, даже компанию прошел. У второго нашего оппонента хороший аккаунт такой, есть медаль турнира топ-2, есть еще одна медаль топ-10, может быть, готовится к взять следующего турнира. Много скирмишей у него. Ну и давайте посмотрим невероятный эпидический бой. Решил я его, конечно, не записывать, потому что... Ну, а смысл записывать. Но так как после боя смелыми фразами обменялись наши оппоненты, я решил, что надо все-таки записать, надо записать. Показать, как играют туровики, донатеры, скиллы. Тем более, что 15 ранг раньше меня приглашал в... Так, смотрим. Приглашал меня в тренировку. Ну, тут очень быстрый пех вышел. Собирается он уничтожить стрелка, вместо того, чтобы разведывать карту. Ну, в принципе, правильное решение, так и надо делать. Здесь, кстати, один контейнер есть. Две казармы спереди. Правильно. Забираем еще один контейнер. По-моему, здесь на голде пехотинец. Не знаю. Ну, вот желтый точно разведует на золотом бусте. Очень быстро движется пехотинец. Так что я даже не знаю. Ну, я на красных бустах. Напоминаю, что красный буст дает ту же скорость, что и синий буст. Но дополнительно две клеточки к разведочке. Отлично. Тут прямо все идеально получилось. У меня, во-первых, много забрали контейнеров. Во-вторых, хватило, скажем так, на все и вся. Заранее ставим электростанцию, ставим два центра снабжения. Ну, и, собственно говоря, копим ресурсы. Также я вовремя переключился на красный буст снабжения, чтобы как можно быстрее выйти в третий уровень штаба. Это крайне важно, потому что без третьего уровня штаба... Ну, во-первых, чуть экономика будет лучше. Чуть-чуть. А во-вторых, возможность выйти быстро в авиацию. Так, в связи не выходит на четырех ЦС. Ну, такая себе мысль, на самом деле. Но авиация у него будет побыстрее, чем у меня. Ну, что ж, идем дальше. Уничтожаем разведочку. Спасаемся вот пехотинца. И, учитывая, что сейчас третья минута, скоро надо будет разведывать оппонента. Берем пехотинца, смотрим, что у противника. Тут я замечаю, что только сейчас здесь второе уровень штаба. Очень плохо были взяты ресурсы. Здесь две казармы почему-то стоят. Почему, непонятно. Потому что, как бы, один пехотинец должен идти сюда, а другой, наоборот, на центр. Ну, это странно. Это странно. Ну, почему бы и нет. И здесь второй уровень штаба. ЦС вообще не видно. Я понял, что проблем не будет. Хотя у зеленого прокачка прямо мощная. Пока штаб бил альбатросами, тяжело пробился. Очень тяжело. Так. Мой союзник выходит в авиацию. В принципе, правильно делает. Мы согласовали, что вместе выйдем в авиа быстренько. И задавим нашего оппонента. Следующая ЦС. Вот. Мой напарник опережает меня на один кричит. Противник вместо того, чтобы строить нормальную базу, он поставил здесь два бункера. Непонятно зачем. И выходит в авиацию. При этом у него, ну, на шестой минуте, но все равно нету ПО-шек. Мне кажется, на седьмой уже надо ставить. А мой союзник решил прямо рашнуть очень быстро. Я считаю, что не совсем это правильно. Надо хотя бы три кричита, наверное, иметь. Вот. Собирается выходить здесь в авиацию. Есть у него дополнительная СД-шка. Три бункера занимают колоссальное количество ресурсов. И тут вместо того, чтобы строить ПВО-шки, Скиллуха решил построить завод тайфунов. Ну, знаете, это удивительно на самом деле. Я такое не видел еще. Так, смотрим, что у нас здесь. Продвигается противник потихонечку. Понятное дело, что сейчас надо строить армию. Улучшая завод, ставлю вышку. Еще одну вышку ставлю. Ресурсов, в принципе, много. Правда, авиации не особо хватает. Решил я, что буст производства авиации будет, ну, явно, Пополезнее, чем урон от авиации. И тут строится еще один завод тайфунов. То есть, вместо того, чтобы строить ПВО, Который... Ну, она все-таки покрепче будет. То есть, если одну ПВО-шку построил, То она какой-то урон нанесет. Вот тайфун... Ну, я бы не сказал, на самом деле. Я бы не сказал. Его все-таки выбить значительно легче. Только в том случае, когда тайфунов много, Тогда, да, как бы эффект получше, чем у ПВО-шки. Начинается строиться ПВО. Еще одна ПВО. Понял противник, что что-то не то. Также союзник его не помогает тайфунами. Он также должен строить большое количество ПВО-шек. Пытаюсь контролировать Кречет, И чтобы каждым Кречетом по отдельности бьют то или иное здание. И появляются здесь пару молотов, пехотинцев. Ну, потому что, да. Потому что они появляются. Пока что вышка живет. Есть у меня даже пару гренадеров, чтобы уничтожить молота. Ну, и поднимаю, конечно же, пару Кречетов. Понятное дело, это безумие нападать, на самом деле. Потому что, как бы, Кречеты по-любому есть. Вряд ли небольшая кучка пехотинцев что-то сделает. Я здесь уничтожаю свою казарму. И строил спокойно себе стеночки. У меня вышки, в принципе, далеко на базе. Есть один броненосец. И можно отправить уже свои Кречеты обратно на аэродром. Или даже на базу противника. Чтобы дальше давить и давить нашего оппонента. Бьем пока что СДшку. Вижу, что здесь нету зданий. Наверное, сейчас ударю за его тайфунов. Кстати, слабенький тайфун. Не знаю, почему он не прокачан. Появляется циклон. Ну, правильное решение. Напарня выходит в четвертый уровень штаба, чтобы сделать еще большее количество авиации. Нам синий игрок вообще ничего не может сделать. Ну, и потихоньку продавливаем. Здесь, видимо, опять строятся заводы тайфунов. Тайфун, кстати, у синего игрока вообще не построен. Здесь ни ПВО, ни тайфуна, ничего. И это говорит игрок, который... Я бы тебя задавил, если бы, да кабы. Ну, и зеленый игрок тоже сказал, что он бы на самом деле продавил, если бы, не знаю, если бы что-то. Продавил бы, наверное, с заводами тайфуна и тремя бункерами, которые просто жрут ресурсы и попросту ничего не дают. Ну, и, собственно говоря, на этом все. Уже здесь показывать на самом деле нечего. Я потихоньку встрою армию. Поставил здесь даже пару минок. Есть казармы, есть еще одна СДшка. И сейчас попросту вынесем синего игрока, потому что у него здесь... Ну, появилась одна ПВОшка. Ну, как бы круто. Да. Просто не понимаю, зачем идти в режим 2 на 2 с сильным игроком, зная, что у тебя прокачки нет. То есть, ты заранее хочешь играть против сильных оппонентов и при этом заранее знать, что ты проиграешь и после боя говорить гадости оппоненту. Ну, мне кажется, это немного странно. Тут я потихонечку бью молоты. Правильно делаю, в принципе. Мне пехота не особо страшна. Надо фокусить свой урон по молотам. Ну, и на этом, в принципе, все. Дальше мы будем делать контракты. База тупо пустая.